Главный врач Центральной городской больницы Валентина Теплина сегодня встретилась с журналистами. Но не для того, чтобы рассказать о медицине. Валентина Андреевна вернулась в конференцию строительства социальной справедливости, которая прошла в Ростове-на-Дону. В ее работе принял участие президент России Владимир Путин. Конференция собрала более 500 делегатов из всей России. Были проведены круглые столы по пяти темам. Труд, Россия, страна без бедности, образование, крепкая семья и защита детей. А также круглый стол. Здоровье граждан, здоровая Россия. Как раз в работе последнего и приняла участие доверенное лицо Владимира Путина в Чувашии Валентина Телина. Она рассказала журналистам, как прошла встреча президента страны с народными представителями из регионов и чем болеет Россия сегодня. Академики, руководители медицинских вузов, хирурги, детские врачи, акушеры, гинекологи. Четыре часа без перерыва эти специалисты обсуждали самые горячие вопросы здравоохранения. Чтобы потом выступить со своими пожеланиями и предложениями перед президентом. Самым больным вопросом оказался кадровый. В большинстве регионов России не хватает врачей. На круглом столе с Владимиром Путиным были предложены и конкретные пути выхода из сложившейся ситуации. Нужно отдать должное Леониду Михайловичу Рошалю. Он озвучил все проблемы, которые мы поднимали на этом круглом столе. По подготовке кадров он сказал, Владимир Владимирович, да, действительно, кризисное состояние с кадрами у нас здравоохранение. Пока не будет кадров, доступности, справедливости в оказании медицинской помощи не будет никогда. И он, значит, предложил, и Владимир Владимирович его поддержал, о целевом контрактном приеме на обучение в медицинские вузы на бюджетной основе. Это вот уже должно быть с этого года. Предполагается уже с этого года запустить программу целевой контрактный прием в медицинские вузы. Конечно, заработает она только через лет 6-7. Столько нужно учиться, чтобы стать врачом. А на сегодня, по словам Валентины Телиной, на конференции было предложено ввести распределение выпускников по медицинским учреждениям, где не хватает врачей. Но в больницах многих регионов не хватает не только докторов, но и медсестер. И на круглом столе с президентом страны представители этой профессии выступили с предложением внести их в программу «Земский доктор». С профессии уходят, потому что медицинской сестрой работать становится непрестижно, заработная плата низкая. А ведь ни один врач не поднимет больного без участия к медицинской сестре. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика.